Здравствуйте! 5 минут из столицы и в новом выпуске о главном городе страны. Продолжение следует. Серия квартирных краж раскрыта. А самих квартир в городе стало на 8 тысяч больше. Равно как и спортсменов, на сегодня каждый пятый остончанин занимается спортом регулярно. А также и за границей на родном языке. Квартирного вора с внушительным адресным списком задержали сотрудники столичной полиции. Он уже был неоднократно судим, а с начала ноября успел разжиться еще в трех городских квартирах. В ходе следствия выяснилось, что кражи задержанные совершались всегда днем, во время отсутствия хозяев. Квартиру он выбирал на первых этажах с окнами без решеток. Ему нужно было лишь отжать пластиковое окно. Добычей квартирного вора стали золотые изделия, техника, меха и кожа. Сумма ущерба пока устанавливается. Некоторую часть вещей полицейские изъяли при обыске квартиры задержанного. Остальное же домушник успел сдать в ломбард. На вырученные деньги он приобретал для себя наркотики. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 175 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержанный находится в изоляторе временного содержания, ведется расследование. А также, как было установлено, задержанный был ранее уже судим за аналогичные преступления. И в настоящее время проверяется причастность к аналогичным преступлениям, которые были совершены на территории Астаны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А 20 миллиардов, которые выделены в этом году, возвратные. Их вернут с проданных в тех же домах квартир. Рассчитано, что 70% недвижимости, возведенной по этой программе, будет коммерческой. Остальные 30 должны достаться жителям аварийного жилья бесплатно. Обещают также, что до конца года достроят еще 4 дома, и в новое жилье переселятся жители 11 аварийных домов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за границы на родном языке в Астане презентованы книги авторов, проживающих за пределами Казахстана, но пишущих на родном языке. За счет средств Всемирной ассоциации казахов изданы около 60 книг 12 известных писателей. Среди них шеститомное собрание сочинения Кожигумара Шабдан-Улы, ныне покойного писателя из КНР, а также книги Манглеркен, члена Союза писателей Монголии Узбена Курбамбай-Улы. Все эти книги сегодня доступны в студенческих библиотеках. Мы поддерживаем связь со всеми авторами-соотечественниками, проживающими за рубежом. Каждая книга – это не только путь одного человека, одного выдающегося человека, но и возможность взглянуть на нашу страну и историю со стороны. Мы хотим, чтобы наши дети знали тех, кто даже вдали от исторической родины сохраняет репетное отношение к родному языку, даже не только сохраняет, но и вносит новый вклад в его развитие. В нашей ассоциации нам часто приходится заниматься переводами и переизданиями книг. Например, сегодня мы представили шесть томов новой книги. Дети должны знать авторов, которые действительно неравнодушны к истории страны и народа. Физкульт-привет! В столице два раза увеличилось количество занимающихся спортом. В сравнении с 2009 годом не пропускают тренировки каждый пятый астанчанин или 160 тысяч человек. С начала года в Астане прошло более 500 соревнований, в том числе и республиканских и международных. Стоит также отметить, что в спортивных детско-юношеских школах в этом году почти 2000 новобранцев. Всего же в спортшколах постоянно занимаются 6,5 юных спортсменов. Это все на сегодня. Посмотреть этот и другие выпуски нашей программы вы можете на сайте 24КИЗ в разделе телепроекта. До новых встреч в сети и в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова